13 часов 8 сентября, это значит вы находитесь на нашем онлайне отраслевого бизнес-сообщества фитнес-эксперт и мы практически в ежедневном режиме встречаемся с вами, общаемся и делимся интересными полезными кейсами по развитию фитнес-клубов и студий в нашей стране. Ну что, прежде чем перейти к сегодняшней встрече, к сегодняшней теме, хотел бы в первую очередь всем сказать, что вот сегодня началось мероприятие России спортивной державы в городе Казани и завтра уже 9 сентября мы с вами встретимся на ряде интересных и полезных круглых столов, панельных дискуссий на самом мероприятии, а также на нашем круглом столе, который придет в 15 часов по московскому времени в выставочном комплексе в Казани. Место вы можете уточнить у наших менеджеров или по ссылке участие бесплатно достаточно будет зарегистрироваться. Ссылку я, если кто-то еще не знает где встречаться и куда ехать, куда подходить, ссылку я в конце нашего эфира тоже сюда выложу. Всех ждем, соответственно, и коллег из Казани и лишь лежащих городов или вообще в принципе гостей, кто посетит это мероприятие. Ну что, давайте теперь к сегодняшней теме, к полезной дискуссии от экспертов. Поговорим сегодня о дополнительных услугах в фитнес-клубе. Хочу пригласить и позвать в эфир наших коллег Сергея Крюкова и Викторию Залогину. Так, Сергей, скажите что-нибудь. Добрый день всем. Слышно? Добрый день. Да, слышно, видно. Виктория. Добрый день. Да, отлично, видно и слышно. Ну что, давайте приветствую вас. Вы сейчас где находитесь? Мы сейчас находимся в самых разных местах. Если Максим находится в Казани, Сергей в Москве, а Вика в Италии. Ух ты, ничего себе. Так что у нас... Да, интернациональный практически... У нас такая... Да-да-да-да, расширенная география, как мы любим говорить. Хорошо, коллеги. Ну, у нас такая... Да-да-да, вы сейчас... Презентацию, да? Да, презентацию я подгружу. Давайте у нас регламент 40-45 минут, потом, соответственно, либо вы в процессе будете отвечать на вопросы, которые будут от наших коллег поступать, либо соберем все в конце самое интересное и ответим уже по итогам. Тут как вам удобнее. Сейчас презентация немножечко подгрузится. Тогда еще раз добрый день, коллеги. Я буквально в нашей вводной части минуту-две расскажу про нас, о том, кто мы, какую тему сегодня раскроем. Мы с Викой являемся одними из партнеров, управляющей компанией «Русфитнеском». На рынке с 2013 года компания. Чем мы занимаемся? Это сопровождение консалтинговое, управленческое, фитнес-клубов. По сути, наша миссия – это помощь фитнес-бизнесу России в повышении маржинальности, особенно малому фитнес-бизнесу. Мы видим здесь довольно много у бизнеса сложностей, и это одна из, по-нашему, из ключевых проблем – низкая маржинальность бизнеса. Собственно, вот как раз это мы выставили нашей миссией, и сегодня мы поговорим как раз об одном из аспектов повышения маржинальности, о доп. услугах. Все мы прекрасно понимаем, что выручки фитнес-клуба, они довольно существенные. Во многом там зависит, конечно, от сегмента, в котором работает фитнес-клуб. Ну, в любом случае, там, это по-хорошему, там, от 10 до 30 процентов доп. услуги в выручке фитнеса занимают. И мы еще более, так сказать, предметно обозначим сегодняшнюю область. Под доп. услугами мы сегодня будем подразумевать именно фитнес-услуги. О том, как повышать маржинальность, повышать выручку именно от фитнес-услуг, потому что там доп. услуги, конечно, это более масштабно. Вот. Это то, о чем мы сегодня с вами поговорим. Вика. Да, я предлагаю представиться, да, для начала. Так, вот. Сергей, давайте начнем с вас. Вы уже представились, теперь я. Да. Итак, меня зовут Виктория Залогина. Я 16 лет работала в крупной региональной сети фитнес-клубов. И там я сделала карьеру от просто дежурного инструктора на бортике, так как я тренировала по плаванию по первому образованию, до топ-менеджеров. Причем сделала это дважды. Сначала в одном городе, в одном клубе, потом переехала в другой город, начала все с нуля и повторила этот процесс только еще быстрее, еще лучше. Но два года назад я переехала жить в Италию. Здесь я уже получила другое образование. Я получила по специальности, вернее, по курсу системно-психологическое бизнес-консультирование и профессиональный коучинг. То есть я являюсь коучем. У меня есть международная аккредитация в International Association of Coaching Institute. И также являюсь партнером компании RussFitness.com и помогаю тоже фитнес-клубам организовывать систему работы в основном в фитнес-подразделениях. Вот здесь я подхвачу Вику. Она упомянула важное слово. В нашей работе мы стараемся именно использовать системный подход. использовать технологии, методики, все, что позволяет компаниям выстроить деятельность и потом ее поддерживать в нужные места по тем или иным маркерам, намечая необходимые изменения. То есть мы стремимся выстроить деятельность в долгую. Это один из основных наших принципов. Вика? Да, я предлагаю собрать ожидания от участника, если это возможно. Напишите, пожалуйста, в чат. Во-первых, мы проверим, как нас видно и слышно, все ли хорошо, как работает чат. Напишите, пожалуйста, в чат о том, что бы вам хотелось узнать сегодня из нашего общения. И я, наверное, дальше продолжу. Да, Сергей? Да. Итак, сразу вопрос. Присутствующим, насколько баллов от нуля до десяти вы довольны выручкой от доп. услуг? Как уже, я повторю, как сказал Сергей, под доп. услугами мы подразумеваем продажи от фитнес-услуг. Персональные тренировки, групповые занятия платные, секции и так далее. Три. Прекрасно. Еще раз. Вам просто надо поставить цифру от нуля до десяти, насколько баллов вы довольны. Я, к сожалению, не вижу, сколько нас сейчас человек в онлайн. Четыре. Прекрасно. Шесть. Семь. Девять. Супер. Пять. Отлично. И тогда следом, следующий вопрос, уже, пожалуйста, более детально. Напишите, пожалуйста, причину в чат, по которой, как вы думаете, у вас сейчас в этой области не десять баллов. Почему не десять? Да, здесь уже можно как-то более развернуто указать. Мы пытаемся в том числе и разговориться. Да, вот спасибо. Кадровый гол. Вообще поддерживаем. Согласна. Нехватку кадров. Согласна. Повторю еще раз вопрос. Дам вам немного времени, чтобы вы ответили. Почему не десять? Нехватка тренера. Есть еще какие-то предположения, почему? Кадров мало или низкой квалификации? Так, ну что, спасибо за ваши ответы. Если у вас еще какие-то есть предположения, мы ждем их в чат. Для нас это тоже важно, и мы тогда продолжаем дальше. К чему вообще может привести... Так, низкая цена услуг, отсутствие мотивации клиентов. Они хотят покупать низкие цены тренировки в регионе. Вот, прекрасно. Мы сейчас будем все это разбирать. И начнем с того, к чему вообще может привести низкие показатели от продажи дополнительных услуг. В первую очередь, это, конечно, уменьшение рекомендаций вашего фитнес-клуба и как следствие снижение продаж членств. То есть, смотрите, наши клиенты, те, кто занимаются персонально. Вообще, процент занимающихся персонально – это показатель того, насколько вовлечены ваши клиенты в процесс фитнеса. Это один из показателей. Если этот процент очень маленький, то получается, что мало людей вовлечены и мало людей готовы рекомендовать вас, ваш фитнес-клуб для того, чтобы своим друзьям, коллегам отмечать вас в Инстаграм и как-то быть адвокатами бренда. То есть люди, которые занимаются персонально, чем их больше, они являются, повторюсь, адвокатами бренда и готовы вас порекомендовать, быть вам верными, защищать вас и так далее. И если этого не случается, то это, конечно, очень печально и последствия могут быть такие не очень приятные в виде отсутствия продаж по членствам. Дальше. Если ваша система выстроена таким образом, что не работает на то, чтобы продавалось большое количество фитнес-услуг, то именно то, о чем вы говорите, топовые тренеры не будут задерживаться в таких условиях. То есть для каждого тренера, который развивается, у которого есть какие-то амбиции, какие-то способности, цели, для него тоже важны условия, в которых он может проявлять свои навыки, качества и зарабатывать больше. То есть невыстроенная система продажи фитнес-услуг может привести к тому, что тренеры топовые будут уходить в другие места и другие фитнес-клубы. И все это, как следствие, может отразиться как раз и на других компонентах бизнеса, а именно на продажах общечленств. Вот такая неприятненькая перспектива может быть, но давайте еще один такой интерактив проведем. Кому знакомы такие ситуации, что напишите плюсик в чат, если вы знакомы с тем, что тренеры безинициативные, то есть они не проявляют никакого энтузиазма в работе и говорят о том, что, например, что я слышала часто, что клиенты виноваты в том, что они не покупают. Вот я вижу плюсы в чат. Кому знакомы то, что тренеры не растут, застряли на каком-то уровне и не растут к себе вчерашние. То есть вот как проводил он, грубо говоря, там 40 тренировок, кому нормально, он так и проводит. Кому знакомы плюсики? Угу, много плюсов. Кому знакома ситуация, ой, сколько плюсиков. Кому знакома ситуация, так что для тренеров работа в вашем клубе не основная, а в виде подработки. Ну, то есть вот одним из наших кейсов был такой случай, когда 70% тренеров работали на какой-то основной работе и в качестве подработки, чтобы прийти в фитнес-клуб, самим позаниматься и заодно пару клиентов своих потренировать, и вот так прекрасно существовали. Таких было большинство. Это, конечно, удивительно. Если знакомы такое, то тоже поставьте, пожалуйста, плюс. Спасибо за вашу активность. Кому знакома ситуация, когда нет прироста выручки по допуслугам из года в год, то есть к августу, в данном случае, 20-го года? То есть или столько же, либо меньше. Вижу, нет прироста выручки. Вижу плюсы, спасибо. Никому знакома ситуация, когда вы не можете спрогнозировать вашу выручку. То есть вы не знаете, сколько будет продаж в следующем месяце, потому что не можете составить прогноз, не можете управлять вот этой системы. партамент придет к такой реальности. Вот поставьте сейчас, пожалуйста, плюс, если бы вы хотели, чтобы у вас работали умные, замотивированные, сервисные тренеры. Кому надо? Кому поставьте, пожалуйста, в чат плюс, кто хочет, чтобы загрузка средних тренеров составляла от 70% от отраслевой. Плюс 100-500, я вижу. Прекрасно. Кто хочет, чтобы у вас процент занимающихся персонально постоянно повышался, то есть ваши клиенты были более вовлечены в процесс фитнеса. Ой, я сколько плюсов вижу. Прекрасно. Кому важно уметь прогнозировать и управлять результатом? То есть, когда какая-то выручка, прибыль какая-то с вами не случается сама по себе, а вы знаете рычаги, как повлиять на это все дело. Спасибо большое за плюсы. Всем надо, я вижу. Значит, нам будет всем полезно. Сергей, давайте что-то. Я добавлю, Вика, уже сразу небольшой пример из последних кейсов. Мы с Викой работали, буквально недавно закончили с небольшим региональным клубом. И сейчас Вика озвучивает то, к чему хотелось бы стремиться. На выходе было приятно осознать, что я вначале озвучивал, что выручка от фитнес-услуг может быть 10-30%. В этом клубе она составляла 50%. Вот прям достойный пример, к чему стремиться. Родилось поделиться по ходу выступления, Вика. Вот давай сразу отвечу тогда на вопрос, что такое среднеотраслевая загрузка. Смотрите, в принципе, есть по индустрии понимаемые цифры для тех или иных сегментов, с учетом тех или иных сегментов городов, сколько тренер, хороший тренер, в месяц может вырабатывать персональных тренировок. Ну, вот, в принципе, такая для тренажерного зала это цифра на уровне 100 тренировок. Тренера, проводящие там 120 и более, ну, это прям отлично. Там уже надо смотреть, чтобы они хорошо отдыхали. Там тренера, проводящие там от 70 до 100, ну, такие там середнячки. Ну, а все, что там ниже 30, тут уже надо серьезно думать. Поэтому вот Вика и упомянула термин там 70% от среднеотраслевой загрузки, то есть расшифровывая его, ну, тренера, проводящие там меньше 70 тренировок. Опять же, с учетом того, что мы говорим про тренажерный зал для аквафитнеса, там свои среднеотраслевые показатели, для детского фитнеса, для групповых программ свои. Мы пока будем вот в терминологии, наверное, тренажерного зала, как наиболее всем понятного, где будем переключаться на другие направления, будем акцентироваться. Вика? Да. Итак, приступим. Опять у нас методика из пяти шагов, которая может помочь выстроить систему, при которой мы все можем прийти к такой реальности, которую мы сейчас обозначили. И первым шагом, такой может быть даже неочевидный шаг, но самое малое, что мы можем сделать, это проанализировать кейс-курант. У нас были такие, сейчас скажу, кейсы, когда мы спрашивали о том, а почему такие цены на услуги. То есть заходили в проект, проводили какой-то анализ, спрашивали, откуда такая цена. И, знаете, я называю эту историю, как так исторически сложилось. То есть кто-то пришел, кто-то поднял цены когда-то, кто-то сказал, а что, ну давайте поднимем. И подняли, и так далее. И тогда даже у нас есть способ, как не изменяя цену на одну персональную тренировку, составить такой логичный, понятный прайс, при котором можно уже здесь получить какой-то прирост к прибыли. Вот, и у нас будет для вас по этому поводу сюрприз, подарок. Его мы озвучим в конце нашей встречи. Подарок будет для всех, и он будет касаться как раз анализа прескуранта. То есть здесь есть тоже такое неочевидное действие, которые могут привести к тому, что прибыль может быть больше на какой-то части. Следующий шаг идет эта система мотивации персонала. Итак, вы уже написали плюсы, когда я говорила о том, что тренеры безинициативные не стремятся больше срабатывать. Опять же, я повторю этот кейс, когда в том подразделении одного фитнес-клуба работало больше 70% тренеров были на подработке. И, кстати, это вообще неплохо. В некоторых случаях тренеры, которые работают по совместительству, они могут быть полезны. То есть нельзя говорить, что все совместители – это плохо. Нет. Но когда большинство тренеров работает просто потому, что есть возможность заодно и потренироваться там в этом фитнес-клубе, и у них нет никакой мотивации к тому, чтобы зарабатывать себе деньги, ну и как следствие вашему бизнесу приносить деньги, то это, конечно, очень грустно бывает. Вообще, создавать систему мотивации – это очень такая творческая история, потому что мы знаем более десятка приемов мотивации. Все они такие разные, и более того, их можно между собой сочетать. И под каждый проект мы стараемся подбирать свою подходящую мотивацию, ну, то есть систему, которая подходит именно в этот период времени именно этому фитнес-клубу. Сергей? Да, вот как раз по этому поводу дополню. У нас был большой проект в Хабаровске, он еще был уникален тем, что там у нас современная разница была 9 часов там между Викой и Хабаровском, между нами там она была 7, тут 9. И, допустим, в одном проекте мы рекомендовали, наоборот, уходить от вот этих совместителей, понимая, оценив тот даже вред, который они наносят. В то же время в другом недавнем проекте мы, наоборот, рекомендовали привлекать совместителей как дополнительную возможность для увеличения продажи доп.услуг. То есть здесь с одной стороны мы обладаем таким ящиком инструментов из всевозможных систем мотивации, с другой стороны его постоянно приходится подбирать индивидуально под каждый клуб, потому что каждый клуб он индивидуален и в силу географических особенностей, и в силу сегмента, и в силу жизненного цикла, этапа жизненного цикла, на котором он находится. Поэтому для кого-то одно может быть ядом, а для другого лекарством. Вика. Да, спасибо за дополнение. И, в общем, напишите, пожалуйста, сейчас скажу, минус в чат, у кого нет системы мотивации персонала. Есть ли среди нас такие? Чтобы вы понимали. Вообще система мотивации, вообще сама система должна мотивировать тренеров зарабатывать больше. То есть у них не должно быть вообще вариантов не работать, не зарабатывать, а просто приходить самим тренироваться, приятно проводить время и привлечь никакую инициативу. И для этого есть, опять же, много инструментов, мы их знаем достаточно много, которые могут влиять, показывать хорошие результаты. Следующим шагом, не вижу минусов, значит, у всех есть система мотивации. Итак, следующим шагом идет обучение персонала. И здесь есть две такие крайности. Первая крайность – это когда тренеры не развиваются. я как человек, долгое время проработавший, не бравший на работу тренеров, особенно тренеров по плаванию, знакомый с такой статей, когда приходит на работу мастер спорта, у него корона на голове, царапает потолок, и он считает, что он плавание знает все и умеет научить плавать любого человека. При этом я не говорю, что мастер спорта плохой тренер обязательно, да, я прекрасно знаю, что мастером спорта стать вообще непросто, я сама им не стала, я знаю какой-то бешеный труд, но я также знаю, что люди, многие из этих тренеров, не всегда адекватно оценивают степень своей компетенции и не всегда стремятся к развитию и образованию. Есть вторая крайность, когда тренеры хорошо прокачивают свои профессиональные навыки и знания, проходят много различных курсов, сейчас скажу, не знаю, по гибкости, МФР, постоянно какие-то новые инструменты себе берутся, развиваются, но тем не менее богаче не становятся, больше клиентов у них не становится. И здесь важно создать такую опять же систему, когда работодатель помогает тренерам прокачивать не только свои профессиональные навыки, но еще и навыки продаж, навыки, сервисы, что-то такие скиллы, которые будут им помогать просто быть смелее, напористее и так далее. Так, есть вопрос, нужно прочитать? Вика, сейчас секундочку, на вопрос я просто дополню высказывание, Вики, смотрите, мы в ходе выступления будем задавать много вопросов. И многие вопросы из этих вопросов, они наводящие. Мы стремимся инициировать мыслительный процесс у вас, чтобы вы во многом сами на сегодняшней встрече пришли к каким-то ответам на мучающие вас вопросы. То есть, вот эти наводящие вопросы, они отчасти их можно воспринимать как подсказку. Вот, допустим, пока Вика знакомится с вопросом в чате, и я выкидываю свой вопрос и просьба поставить плюсик. Мы же понимаем, что это такой вопрос-подсказка, то, что обучение персонала можно зашивать в мотивацию. И мне интересно, у кого из присутствующих обучение, развитие персонала зашито в систему мотивации? Плюсик или минус? Угу. Прекрасно. И отвечая на вопрос оставленный Натальей, опять же, Наталья, один из наших кейсов. Мы в одной довольно крупной сети для вот тех тренеров, которые выросли в компании и уже, скажем так, находились перед выбором покинуть компанию, открыть свое дело, мы для них создали условия, создали такую форму взаимодействия, что они оставались в компании и имели возможность внутри компании по сути заниматься таким внутренним предпринимательством. Мы реализовали проектную деятельность, которая сохранила компании там, по сути, после того, как мы ее ввели, у нас один тренер только ушел, я помню, этого тренера, а все остальные прекрасно реализовывались в компании, но уже и на старой, и на новой форме взаимодействия. Это довольно большой кейс, и его вот так вот за встречу сложно разобрать, нам хочется рассказать еще и о других. Спасибо за ваши ответы, Василий прекрасно, с Катериной, да, есть система мотивации, в которой зашивается обучение персонала. Идем дальше, Вик. Да, итак, мы как, мы вообще, какой вообще реальности мы стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы у нас работали тренеры с навыками работы с клиентами, без ограничивающих убеждений, которые боятся продавать, подходить к клиентам и так далее, которые думают, что они недостойны поднимать. Есть же у вас тренеры, напишите в чат, если есть, которые готовы поднять цену на свои услуги, но почему-то не делают это, боясь растерять старых своих клиентов. То есть мы стремимся развивать тренеров таким образом, чтобы у них вот этих ограничивающих убеждений, мешающих их росту, было, не было вернее. Эти тренеры, вдохновленные на движение, на достижение своих личных амбиций, амбициозных целей в профессии, и это неизменно приведет к увеличению прибыли. То есть тренеры, которые развиваются, мы должны этому способствовать, поощрять. Это вообще не означает, что мы должны оплачивать им все обучения, чтобы они потом немножко более сложная такая система, о которой Сергей говорил. Но в нашем кейсах есть такая история, что мы проводим обучение и аттестацию тренеров. Я думаю, что каждое из, большинство из вас аттестацию тоже проводят, какой-то средств знаний, и мы проводим ее онлайн, и достаточно успешно. Первый кейс у нас был в городе Казани, потом мы опробовали его в проекте в Хабаровске. Мы проводили онлайн-тестацию и онлайн-обучение. И вот, что было интересно, что, опять же, работодатели, которые поощряют развитие персонала, они поощряют их развитие как, часто поощряют развитие как в профессиональном плане, но не очень уделяют внимание развитию навыков продаж и сервиса. Хотя, вот именно в одном из кейсов было такое, что я спрашивала, ну, как у вас состоят дела с сервисом, потому что, вообще, я считаю, мое глубокое убеждение в том, что успешный тренер это сервисный тренер. И если оказывают достаточно, если уровень сервиса достаточно хороший, то у этого тренера будет много клиентов всегда. И я всегда привожу пример, сейчас немножко расскажу про Италию, здесь есть, вы знаете, как итальянцы относятся к еде, к ресторанам, вот самые популярные рестораны, это не те, у которых там какие-то интерьеры, виды и так далее, самые популярные рестораны, это с простой кухней, с простым интерьером, но там, где сам шеф-повар или владелец ресторана выходит к гостям, разговаривает с ними, делает какие-то комплименты, делает какие-то, не знаю, приятные вещи, то есть он с ними общается, и вот там стоят очереди, в эти рестораны не попасть, и если ваши тренеры прекрасно оказывают сервис, то шансов, что клиенты не хотят у них покупать тренировки, просто не может быть, то есть для меня это мое убеждение, что показатель продаж дом-услуг, это показатель уровня сервиса клиентов. Так вот, в одном из наших проектов перед нами стояла задача поднять как раз процент продаж от доп.услуг, 50-субслуг. Я спрашивала, как это я взяла с сервисом, все говорят, вообще нормально, тренеры закатывали глаза и говорили, ну мы все знаем, носи бейджик, здоровайся и улыбайся. И в результате, когда мы проводили аттестацию, мы включали туда вопросы по сервису, и оказалось, что как бы это недостаточно, носить бейджик, улыбаться и здороваться. Хотите, я вам сейчас прочитаю пару вопросов по сервису, чтобы вы понимали, да, предмет, на чем мы говорим, а вы пытаетесь на них ответить. Так, я спросила, хотите, но я думаю, что хотите. Итак, вопрос следующий. При возникновении конфликтной ситуации в сервисной зоне между клиентом и клиентом, или, например, клиентом и другим сотрудником, сотрудник и журный инструктор или какой-то менеджер в первую очередь должен а. выяснить, кто виноват в проблеме, в произошедшем, б. сосредоточиться на решении проблемы или в. взять ответственность на себя и извиниться. Напишите, пожалуйста, чак, а, б или в. Повторите вопрос. И возникновение конфликтной ситуации в сервисной зоне между клиентами или клиентом и сотрудником. Сотруднику в первую очередь необходимо выяснить, кто виноват, сосредоточиться на решении проблемы или взять ответственность на себя и извиниться. Б и В. Б. Прекрасно. Видите, мнения разделились. Я не буду никого смущать. не буду говорить, кто прав, кто виноват, но так как мнения уже разделились на этом этапе, нужно предположить, что один ответ будет более верный, так скажем. Видите, еще один. Если клиенту приходится ждать, сотрудник должен а. предупредить о причинах и времени задержки, б. найти способ развлечь клиента и в. предложить вернуть деньги за услуги. Я предлагаю сейчас уже не спрашивать, а показать, как отвечали в этом кейсе на этот вопрос, уже продемонстрируют кейс. Да, ну в этом кейсе вот сейчас ответы прям вот молодцы, правильные. Вообще, когда выясняют, тренеры отвечали, что надо выяснить, кто прав, кто виноват. Это те тренеры, которые закатывали глаза и говорили, что нам все объясняли, по сервису мы вообще топчики и так далее. Мы знаем, что при возникновении конфликтной ситуации надо не выяснять, кто виноват, не делать кого-то виноватым, чтобы были какие-то недовольные остались, а сосредоточиться на решении проблем. Вот. Спасибо за ваш интерактив. Это был просто такой показательный, показательная история о том, как важно заботиться при обучении не только о профессиональных знаниях, но и о продажах, о сервисе и так далее, потому что это напрямую тоже влияет на выручку и прибыль. Я думаю, что переходим к следующему шагу, не так много времени остается. И четвертый шаг это обучение линейных менеджеров. в чем здесь может быть проблема, что обычно руководителем становится бывший тренер, ну, то есть не бывший, действующий тренер. То есть, когда ставится, освобождается какое-то место на руководящую должность, например, руководитель подразделения тренажерных зал, то вполне правильно, что выбираются из тех людей, которые в курсе вообще ситуации, в курсе системы выбирается этот руководитель и среди тренеров. Это вообще нормальная история. Здесь возникает такой, я скажу, как-то корректно сказать, такая история, что мы хороший тренер, не всегда хороший менеджер, не всегда хороший руководитель. У него, скорее всего, не бывает навыков регулярного менеджмента, он не понимает часто, вот кому знакома эта ситуация, напишите, пожалуйста, плюсики в чат, что руководитель делает отчеты на автомате какие-то, показатели собирает, но он их делает механически и не анализирует и не делает выводы, то есть он не понимает, для чего это и как с этим работать. Или, например, когда, вот тоже один из кейсов, когда руководитель подразделения составлял расписание и подстраивался не под логику и не под клиентов, а под тренеров. Я поставлю расписание и вот этот урок, потому что тренер сказал, что в другое время у него там персональный клиент, и поэтому он не может вести тренировку, то есть он подстраивается под тренера. Это тоже как бы не очень правильно и логично, и это говорит о том, что еще важно выстраивать отношения с коллективом. Когда я первый раз стала руководителем, ко мне было, конечно, очень сложно, потому что я была своей, у меня были коллеги-друзья, а тут я стала руководителем. И вот руководить друзьями, это тоже особый вид экзекуции. То есть приходится часто выбирать либо принимать какие-то непопулярные решения, либо сохранить дружбу. Кому знакомо, напишите, пожалуйста, плюс. Также часто тренеры, которые становятся руководителями, не могут, не знают, как работать со звездами. В всех же фитнес-клубах есть такие звезды, которые все по барабану, они звезды, они думают, что за них будут держаться, и возможно, это правильно, но тоже с ними работать тоже нужен особый навык. Или как работать с состоящими. Сергей, хотели добавить что-то? Да, я хотел добавить, и вот как раз Вика озвучивает все вот эти нюансы управленческой деятельности, линейного менеджмента, то есть тех менеджеров, которые управляют рядовыми сотрудниками, по сути, такие есть в любой организации, и вот мы, понимая все эти риски, в том числе выстраиваем обучение линейных менеджеров, потому что еще там, допустим, один из неназванных Викой рисков, то, что там, допустим, когда назначают лучшего тренера на позицию линейного руководителя, и есть большой риск того, что у него и количество тренировок уменьшится, и он начинает там разрываться, и нормально не сможет управлять коллективом. То же самое, там риск такой же присутствует в отделе продаж, когда зачастую там лучшего продажника назначают руководителем отдела продаж, и он зашивается и в административной работе, и у него и продажи упали, и там ничего не успевают делать. Поэтому это важно. Важно иметь качественный управленческий состав. Важно понимать, с какими проблемами люди сталкиваются переходя по иерархической лестнице в компании и развивать их на решение этих проблем. Вика? Да, я должна немножко ускориться. Какими трудностями мы сталкиваемся, что вот этот сотрудник, который дружил со всеми, вдруг стал руководителем, ему сложно управлять друзьями, ему сложно управлять звездами, он не знает, как работать с отстающими, не знает, что делать, он не продает человека, что делать, как ему помочь, он не знает, как проводить собеседование, как вводить в должность и как решать конфликты. и вот мы как раз занимаемся тем, что помогаем тренерам как раз в обретении этих навыков. И какая у нас есть перспектива, что мы вообще хотим, чтобы руководитель фитнес-подразделения имел работающую систему, которая позволяет влиять эффективность и результативность работы подразделения. То есть показать, что скажу, результат должен не случаться, а результат должен быть управляемый, контролируемый, прогнозируемый. И я вот здесь как раз добавлю то, что касается опять же системы, про систему. Мы должны понимать, что я написал там синдром менеджера-игрока. Это как он проявляется, когда линейный руководитель, видя, что там те или иные сотрудники не справляются с той или иной задачей, что он делает? Он засучил рукава и пошел это делать за них. Там тренажерный зал не выполняет бюджет, ну что? Ну значит, я засучил рукава и пошел там персоналить за всех. Это не система. Это затыкание дыр. Это абсолютно не системное решение. И мы эти проявления видим постоянно. Вот почему мы делаем акцент в том числе на этом шаге. Вика? Ну, как мы складываем эти системы? Во-первых, Лиза, моя особая любовь и гордость, это отчеты, таблицы. И в отличие, наверное, от себя же 15 лет назад, когда я заполняла отчеты, я знаю, на какие показатели смотреть, как на них влиять. Это очень, конечно, круто. И, конечно, эта система работы, регулярный менеджмент, работы с тренерами, с сотрудниками, поведения собраний, как их проводить, что на них говорить, как работать с остающими, как их контролировать и так далее. Это, конечно, очень важно. Вот. И переходим к следующему шагу. Надеюсь, у вас копятся вопросы. Пятый шаг в нашей методике это бюджетирование. Без цели нет результата. То есть либо прибыль с вами случается сама, либо вы ей управляете. И есть тоже, опять же, такая же история, что бюджеты просто не ставятся, как получится, так получится. Либо ставятся без понимания, из каких компонентов будет состоять результат и как к нему прийти. То есть у кого есть бюджет клуба. Да, Сергей, спасибо. Напишите плюс, кто ставит бюджет и выполняет. И мы за то, чтобы бюджет был обязательно и он был оцифрованный, отсмартованный. Бюджет состоял из статьи доходов и расходов. И самое главное, чтобы вы понимали, как к этому бюджету прийти. Из каких компонентов он будет состоять. Да, и, как я уже сказала, это наша особая гордость. Мы это будем делать, ставить бюджеты. У меня с третьего раза получилось. Плюсики видны. А у кого есть бюджет, декомпозированный до бюджета каждого сотрудника? Да, по-моему. Бюджет клуба это прежде всего бюджет управляющего и бюджет руководителя клуба. Замечательно. Наталья, Александр, Катерина, супер. Мы, по крайней мере, понимаем, что вы понимаете, о чем мы говорим. Спасибо за вашу честность. Ну что, получается, наш методик состоит из самых маленьких шагов, начиная от прайса и заканчивая большим блоком это бюджетирование, когда мы понимаем, как прийти на оба результата. И, как я уже сказала, в этой системе, если выстроить все процессы, то прибыль от продаж фитнес-услуг может достигать, как Сергей уже приводил, пример, до 50% от общей прибыли клуба. Да, Вик, вот здесь как раз и вопрос с Василием, он задает, какой процент должен составлять продажа доп.услуг. Это, как я и говорил, все зависит от того, в каком сегменте ваш фитнес-клуб работает. Это эконом-сегмент, бизнес, премиальный сегмент. Как правило, в бизнесе хороший показатель это 10-12% до 15%, в премиальном это 30%, у нас клубы достигали 50% от, собственно, от выручки клуба. В эконом-сегменте, но это все, что стремится к 10%. вот Вика. Да, я думаю, что могу передать Вам дальше слово, сделать какие-то выводы. Окей, тут есть вопросы. По вопросам тогда отвечу Ирине. Делитесь финансовыми показателями своего бизнеса. Скажем так, мы готовы делиться относительными финансовыми показателями. это процент изменения к тому или иному периоду, к плану. Абсолютными цифрами мы, наверное, делимся скажем так, в определенном круге. Здесь все зависит от целого ряда факторов. Вот я знаю, что многих интересуют абсолютные цифры, помериться ими. В принципе, там несложно по отрасли вывести даже и какие-то абсолютные цифры в зависимости от размера клуба, от сегмента, сколько тот или иной клуб банально должен зарабатывать. Это понимание есть точно. Вот. Коллеги, пишите еще вопросы. Пока вы вопросы пишите, я, наверное, подрезюмирую. Вика упомянула важный принцип. Управление без цели это, по сути, только наблюдение за бизнесом. Нет цели, нет результата. И управлять можно только тем, что мы измеряем. Если мы не меряем какие-то показатели, то мы ими не управляем. И мы много говорили о системности. Такое общее понятие. Система это совокупность взаимосвязанных элементов, которые составляют одно целое. И она, почему мы как раз про систему, я недавно, кстати, тоже на одном из выступлений про это говорил, одна из характеристик системы это устойчивость. А это важно. Все мы хотим стабильности, стабильности в доходах, в прогнозах стабильности. Вот почему мы делаем большой акцент на этом. И еще один закон я хотел бы процитировать, мне он очень нравится. Есть так называемый закон Эшби. Закон необходимости разнообразия. При создании проблем разрешающей системы необходимо, чтобы эта система имела большее разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы. Или была способна создать такое разнообразие. Я вам сейчас его даже через вот так сделаем. И мы его каратенько обсудим. О чем это? То, что еще даже Эйнштейн говорил, что мы не способны решить проблему на том уровне, на котором с ней столкнулись. Мы должны из нее вырасти. Вот мы как управляющая компания, работая с клубами по всей стране, как вы видели, там география довольно большая, мы как раз аккумулируем в себе это разнообразие. И взаимодействуя, работая с тем или иным объектом, мы просто подбираем необходимый вариант решения, где-то его возможно до шлифовывая до той или иной ситуации, до той или иной специфики. Вот что я хотел бы, чтобы вы понимали про закон Эшби. Давайте идем по ответам на вопросы. Каким категориям сотрудников клуба доступны данные по бюджету на выполнение и затраты? Смотрите, здесь это вопрос к культуре организации, к их основным принципам ее работы. Есть компании абсолютно открытые в мире, есть компании не в фитнесе, они на самом деле, которых сотрудники даже сами себе назначают зарплаты. Есть компании, в которых нет отпусков, сотрудник берет отпуск, когда хочет и насколько хочет. Есть компании с абсолютно открытыми финансовыми показателями. И есть закрытые компании. Поэтому вот отвечая на этот вопрос, здесь прежде всего собственник решает насколько открыто делать ту или иную информацию. Здесь такой культурный вопрос. Какие доп. услуги востребованы в клубах ваших? Здесь довольно все по отрасли усреднено. усреднено. Если мы возьмем выручку от фитнес услуг, если это мокрый клуб с бассейном, где есть детский фитнес, групповые программы, тренажерный зал, аква фитнес, то есть примерно отраслевые цифры, тренажерный зал 65-70% составляет от всей выручки фитнеса. По бассейнам тоже надо смотреть один бассейн в клубе, два бассейна с детским или три бассейна. То есть понимание по средним цифрам выработать несложно, надо всегда учитывать специфику. Здесь если просто конкретизируете какие доп. услуги востребованы, ну еще раз, отчасти это даже является маркером для нас тех или иных проблем клуба или наоборот его успехов. Когда мы заходим в клуб и видим, что выручка от детских услуг выше среднеотраслевой, значит здесь хороший детский клуб, значит там хорошие сотрудники или то же самое можно сказать про бассейн. То есть это во многом такие определенные маркеры для нас. Доп. Услуги востребованы какие? Здесь небольшой тоже кейс. В чем беда отрасли? Мы слабо дифференцируемся друг от друга. Мы не создаем узкоспециализированные кастомизированные продукты, то, к чему на самом деле сейчас движется весь мир, розница в том числе. Допустим, в большом нашем проекте планеты фитнес в Татарстане мы создавали конвейер УТП уникальных торговых предложений. Мы выделяли те или иные целевые аудитории и через специальную методику, инструмент, кодовый замок создавали под эти целевые аудитории предложения для малых групп. И они были довольно востребованы, особенно в формате, когда мы давали определенную предпринимательскую свободу тренерам. Поэтому здесь какие востребованы зависят от того, насколько вы понимаете свою целевую аудиторию и насколько вы умеете готовить для нее блюда. Так, доп. услуги. Да, доп. услуги, их разнообразие зависит от возможности персонала. Да, все верно. Здесь что важно? Важно понимать, что если на рынке есть запрос на ту или иную услугу, то тут уже вы, как руководитель, должны обеспечить вот эту возможность персонала. Или вырастить, или найти на рынке. То есть если есть спрос, надо стремиться его реализовать. доп. услуги, как Cycle за деньги или TRX. Да, вполне возможно. Отличный формат. Форматы с ограниченным количеством оборудования вполне резонно в том числе продавать за деньги. в мире есть компании, это верно. Компании нет. Так для кого это бюджетирование? Только для владельца бизнеса. Бюджетирование да. Ну если бизнесом управляет владелец, то само собой оно прежде всего для владельца бизнеса. Ирина Степановна, насколько я понимаю, это вы. Добрый день. Я прекрасно понимаю, что вы разбираетесь в бюджетировании и в том для кого оно. Для владельца, для там, это же зависит от размера бюджета. Есть бюджет клуба, есть бюджет подразделения. Соответственно, кто обладатель бюджета, для того оно и зависит. Еще вопросы? Ирина Степановна, спасибо. Вика, тогда вишенку на торт. Да, пока. Мы будем в тайминге. Да. Прообещанный подарок по ссылке либо по QR-коду, можете сделать скрин экрана и потом найти этот сайт. мы для вас подготовили подарок. анализ и предложение по оптимизации сайта. Ой, прайса, простите, пожалуйста, по оптимизации прайса. То есть на нашем сайте есть специальная форма, которую вы можете заполнить и внести в него некие показатели вашего прайса, и мы можем вам предложить так его улучшить, либо похвалить за то, что прайс идеален. Да, и это тоже важно, услышать подкрепление своего решения. Я часто сталкиваюсь с предпринимателями, для которых на самом деле это важно. Ты зачастую идешь как один, нащупываешь те или иные ходы, и подкрепление верности принятого решения тоже важно. Коротко резюмируя наше сегодня выступление, мы считаем, что работа над увеличением выручки от фитнес-услуг должна быть системной. И мы вам показали пять шагов, их, конечно, больше. Мы в ходе выступления упомянули о кейсах, которые, развитие внутреннего предпринимательства, создание УТП, которые за пределами этих пяти шагов. Это более сложные кейсы. Мы показали вам пять шагов, которые, на наш взгляд, прохождение которых уже способно дать результат, и мы это видим на своих проектах, и которые, в принципе, довольно несложны в реализации. Мы будем рады, если вы задумались над тем, о чем мы сегодня говорили, над теми вопросами, которые мы сегодня задавали. Вика, у тебя еще что-то было? Да, я была бы вам благодарна, если бы вы оценили полезность информации по шкале от нуля до десяти, насколько вам было полезно все, что мы сегодня рассказали сейчас. Теперь это обратная связь для нас, как мы мучили вас вопросиками, так наш финальный вопрос. Оставьте, пожалуйста, обратную связь о полученной сегодня информации по шкале. Сергей, Виктория, спасибо. И участники, спасибо за вопросы. Были и такие практические вопросы, были, я видел, и концептуальные такие отраслевые вопросы тоже. С ними интересно работать, да. Да, но они у нас из форума, форумом пытаемся все переосмыслить и вообще индустрия, да, и в каком состоянии периодически возникают. Но, коллеги, спасибо за эфир, мы вас еще ждем, ждем еще с кейсами, я думаю, будет всем полезно, и также слушайте, будем благодарить, если они, ну, или здесь, либо в наших чатах напишут, какие темы сейчас наиболее интересно, какие темы нам поднять и обсудить, я думаю, тоже нам будет в качестве обратной связи интересно. Ну, и, конечно же, сейчас у нас такая горячая пора, осень 21-го года, лето закончилось, надо, помимо того, что высокий сезон успеть заработать, у нас теперь еще есть традиция успеть заработать между очередными волнами, там, информационными коронавирусом, да, у нас новое такое расписание жизни фитнес-клубов появилось. Вот. Какие еще есть чаты? Ну, коллеги, тоже, я здесь сейчас сброшу все наши контакты, и как мы выглядим в разных соцсетях, и чаты, в Телеграме есть и каналы, и чаты, там более тысячи коллег из разных городов и фитнес-клубов. Кому интересно, присоединяйтесь, сейчас прям дайте мне несколько секунд, я здесь чате выложу. Ну, что, всем спасибо, всем хорошего дня, напоминаю, запись мы выложим на нашем YouTube-канале, там также будет доступна презентация. Всем спасибо. Да, Максим, коллеги, спасибо, всего доброго. Спасибо, всем спасибо, субтитры Алексею Дубровскому.